К другим темам. 21 год колонии усиленного режима. Верховный суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве в Могилеве. Юрий Иванов, житель этого города, признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Следствие выяснило, в 2009 году он убил 22-летнюю девушку в ее собственном доме, нанеся жертве 41 ножевое ранение. При этом, напомню, за это 8 лет назад Иванов был оправдан. Дело возобновили после вмешательства президента. Наш корреспондент Дмитрий Боярович присутствовал сегодня в зале суда. Спиной пряча лицо от телекамер. Так Иванов стоял перед оглашением приговора. В клетке, снаружи которой четыре сотрудника милицейского конвоя. В похожих условиях, а точнее в колонии, он проведет 21 год. Данный приговор постановлен в целом в соответствии с позицией стороны обвинения, то есть генеральной прокуратуры. И полагаем, что это законно справедливый приговор. По данному делу было исследовано значительное количество доказательств, значительный массив объективных данных, как помогли об этом все убедиться. В том числе и новое, полученное в 2017 году, в том числе ввиду появления новых экспертных возможностей. На оглашении приговора присутствовала лишь сторона обвиняемого, мать и тетя Иванова. Родственники убитой девушки не смогли приехать в Минск из Могилева. Им, кстати, достанется компенсация морального вреда. Решению суда осужденный должен выплатить матери и отцу Светланы Подубской по 150 тысяч рублей. Я не понимаю, почему сын мой должен нести ответственность за это преступление. Мой сын ни в чем не виновен. В этом я уверена. И уверены в этом все люди, все, кто его знает. Суд постановил, что житель Могилева виновен в убийстве. Он нанес своей знакомой больше 40 ударов ножом. Конфликт возник после ссоры мужчины со своей жертвой в доме девушки. Перед уходом, похитив ценные вещи, осужденный включил газ. Тогда, в 2010-м, злоумышленника оправдали из-за недостатка улик. Дело было закрыто. Однако о нем заговорили в начале нынешнего года. После того, как отец убитый обратился к президенту. Об этом на одной из рабочих встреч рассказал Александр Лукашенко. Уголовное дело возобновили. Как уверяет прокурор, алиби у осужденного нет. И сам Иванов не отрицает. В момент совершения преступления был в доме Подубской. Его биоматериалы найдены в спальне женщины. Между тем, вину подсудимый не признал. Оглашение вердикта заняло больше часа по решению суда. Его зачитывали полностью подсудимый. Речь судьи воспринял абсолютно спокойно. Хотя, повторюсь, в ходе заседания он своей вины не признал. Приговор вступает в силу сегодня и обжалованию не подлежит. Дмитрий Байрович и Сергей Курков. Телекомпания СТВ.